Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Что означает свобода воли, дарованная человеку Богом? Она означает наше богоподобие По определению Владимира Николаевича Лоскова Высшее творение, которое совершил наш Господь Это иная свободная воля, подобная Его собственной В этом отношении мы образы Божий и подобие Его Ибо Богу свойственна совершенная свобода И Он этим даром поделился с нами, только с людьми С ангелами еще, но их бытие особое в мире умном Нам доступным, но только отчасти Но мы можем с удобством сказать о нашей собственной свободе Именно в связи с этим мы и друг к другу призваны Относиться особо почтительно Ибо каждый из соседей твоих, как бы ни был он тебе не симпатичен Является носителем своей собственной свободы, подобной Богу Не напрасно слова евангельские предупреждают Смотрите, не пренебрегайте никем из малых сих, окружающих вас Ибо ангелы их на небесах всегда видят лице Отца своего небесного Отца нашего небесного У каждого человека есть этот дар свободы Это выделяет человека среди всякого творения иного Это делает весь мир наш человекоцентричным Все вокруг человека, все для человека создано Если бы не было в мире человека, то не было бы и самого мира Мир учрежден таким, каким он нужен для человеческого совершенствования Так было в раю, так остается и после грехопадения человека При изменении многих обстоятельств нашей земной жизни Прежде всего, вступление в дело смерти по Божьему попущению Для нашей же пользы изменяется и ситуация вокруг человека Но остается незыблемым то же самое, что было у него и в раю Это дар свободы, свободного нравственного выбора Возможности свободно возжелать, быть с Богом всегда, ради чего мы и созданы Так что свобода — это главное условие и возможность нашего вечного пребывания с Богом Если бы мы не имели этого дара свободы, то походили бы на животных Которые ограничены тем Богом, установленным их существованием Без размышления о добре и зле, которые мы видим в их действиях Прекрасно пчела, собирающая мед и муравей, воздвигающей высокие пирамиды Но ни у тех, ни у других, ни у любимых домашних питомцев Нет той богодарованной, по подобию Божию, действующей свободно воли, которую имеем мы с вами Но только подлинная свобода человеческая реализуется там, где нет рабства от греха И размышляя о свободе, надо четко понимать, что не узы рабства лишают нас ее А узы греха делают человека рабом Ибо так сказано и в Писании Кто творит грех, раб есть греха Даже если ты царь по земному положению Но воистину раб греха Если не можешь избавиться от его действия в себе Если идешь на поводу у его позывов, требований Этой тирании, которую не в силах скинуть Скидывается эта власть греха над человека покаянием Сама благодать Божия действует по человеческому призыву в нем Освобождая его от власти не только греха, но и смерти Вот в этом и проявляется подлинная свобода человека Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода Дух же Божий в злохудожную душу не входит Только там, где есть сознательное обличение греха в самом себе И покаяние в нем перед Крестом и Евангелием По установлению Божьей в присутствии священника Там обретается и подлинная свобода Неужели вы не знаете, пишет к Коринфянам апостол Павел Что кому вы отдаете себя в рабы для послушания Того вы и рабы Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти Или послушания к праведности Изменение человека в его руках Ибо Бог все сделал для нашего освобождения Потому и называется он нашим спасителем И разрушителем твердыни адовой Что для человеческой свободы Дал все основания избрать свет, а не тьму Устремиться к нему, а не оставаться во тьме Служения своим страстям и грехам Вы куплены дорогой ценой Ваше дело быть свободными, как освободил вас Господь Потому добровольно остающийся под властью Терзающего его греха Является самоуничтожителем И не Бог карает такового после завершения земной жизни А самая совесть Обнаруженные советы сердечные Свидетельствуют против него Нет нам иного имени под солнцем Которым надлежит спастись Имя Христова воистину освобождает нас Есть чудные мысли у апостола Павла Об этой свободе, которая лучше всякой свободы Которую можно измыслить на земле Ибо некоторые говорят господствуют А некоторые пребывают в рабстве Но если бы вы подлинно царствовали Обращается он к ученикам своим Ибо царственная свобода состоит В преодолении власти греха над собой Даже если ты можешь избрать лучшее, будучи рабом То избери это самое лучшее Некоторые толкователи усматривают в словах апостола Павла Разрешение при возможности Выйти из-под рабского подчинения людям Воспользоваться этой возможностью Но Иоанн Златоуст усматривает Более глубинный смысл слов апостола Не о том, говорит апостол Что рабу хуже, чем свободному человеку По гражданским его правам и свободам Но подлинно лучшее, что может избрать И находящийся в земных ограничениях Своей свободы Это избрать ту духовную свободу Ту свободу от греха Для которой не являются препятствием И любые земные узы Или подчинения Которыми он окружен и обременен Это очень важная мысль для нашего времени Где особенно много говорится О правах и свободах Либеральных освобождений От всяких ограничений Которые диктует вера Которым призывает церковь Но не в них свобода В них есть сугубое порабощение Стихием мира сего Грехам и страстям Присущим роду человеческому Но подлинную свободу Даст вам сам Бог Придя к которому В смиренном образе Кающегося раба Мы обретаем В любви его отцовской Объятие отче И всякое утешение И возвращение нашего Поднего достоинства И той истинной жизни Которой надлежит открыться После завершения Нашего земного пути Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok